НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО Мемориальный комплекс главного храма вооруженных сил. Завершенный архитектурный ансамбль появится в Московском парке «Патриот» к 75-летию Победы. Каждая капсула будет оформлена, подписана, откуда эта земля, с какой области, с какой могилы, сколько захоронений. И по сути, в этом мемориальном комплексе будет земля со всей страны, там, где захоронены наши защитники годов Великой Отечественной войны. Сегодня в 10 утра больше сотни участников акции, ветеранов, представителей общественных организаций и органов власти собралось на площади 30-летия Победы, чтобы торжественно возложить цветы к Вечному огню и передать посылку для отправки в Москву. Участвуют все поколения, и ветераны, и молодежь, и школьники, и даже из детских садов приходят малыши. И это, мне кажется, самое главное, потому что сохранить историческую память и вот это чувство в сердцах очень важно для нашей страны. По поручению губернатора Сергея Морозова делегации приехали со всех районов области и привезли наполненные кесеты землей из Димитровграда, Инзы, Корсунского, Николаевского, Новоспасского, Барышевского районов и Ульяновском. Так, вспоминая ужасные годы войны, труженик тыла Николай Иванович Пондяков из Майинского района не может сдержать слез и говорит, что люди в то время делали абсолютно все для Великой Победы. Для того, чтобы остались живы мы, работали за полкило портянной муки, вечером получим, вот так вот. Вот, ну все-таки живы остались и дожили вот до 85 лет. Благодаря всероссийской акции с полной уверенностью можно сказать, что потомки наших земляков-героев бережно хранят память о подвиге своих предков и гордятся ими. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.